Всем привет! С вами Муза Рукоделия. Сегодня мы с вами будем делать кукол из мультфильма Тролли. Наконец-то после карантина открылись наши кинотеатры и я со своими детьми сходила на Тролли мировой тур. Я смотрела все части Троллей, ставьте лайк, если видели хотя бы одну из них. Помните, когда вышла первая часть мультфильма в Макдональдсе в составе Хэппи Мил сортовала коллекция игрушек Троллей в виде насадок на карандаш? Нам тогда попались вот такие головы, это розочка, цветан и кроха. С ними в комплекте шли вот такие яркие книжечки с раскрасками и ребусами, а также наклейки. Эти головы можно было надеть на любой карандаш, но, честно говоря, они немного тяжеловаты, чтобы ими рисовать. Поэтому мы их практически вообще никогда не использовали, они у нас просто так валялись несколько лет. И я подумала, почему бы не сделать из этих голов полноценных кукол. Если вы смотрели мультфильм, то кроха в нем самая маленькая, а тут голова визуально больше даже, чем у цветана. Поэтому эту голову я использовать не буду, оставлю ее как насадку на карандаш. А будем делать главных героев, розочку и цветана. Тела для наших героев возьмем вот у этих маленьких кукол. Кстати, из точно такой же светленькой я делала Оак Джесси из Бравл Старса и, как по мне, он получился очень классным. Отрезаю кукол от упаковки. Снимаю сарафаны, обувь, это нам больше не понадобится. Темненькую девочку мы возьмем для цветана, а светленькую для розочки. Голова у кукол резиновая, но очень плотная, ее даже невозможно сжать, поэтому я нагрею ее феном. Теперь она стала очень мягкой и легко можно отделить ее от тела. Следом снимаю вторую голову. Обратите внимание, что шея здесь разная. У этих тел очень большие ступни, что характерно для троллей. И вот так примерно будет смотреться розочка. Сейчас шея не входит в нашу голову, поэтому я вооружаюсь пилочкой и немного ее подточу. Я уже достаточно подпилила со всех сторон. Примеряю голову. Все отлично. Несмотря на то, что шея на втором теле меньше, она также не входит в голову цветана, придется тоже пилить. Думаю, что уже можно примерить. Вставляю голову и наш цветан теперь тоже с телом. И вот наша парочка. Цветана я пока уберу в сторону, а с розочкой продолжу работать. Снимаю голову. Прячу волосы под малярным скотчем. И теперь, насколько это возможно, нужно спилить вот этот пластиковый ободок и волосы. И вот я уже заканчиваю. Главное было избавиться от ободка, так как будем делать новый. Сейчас я это все разверну, помою голову и продолжим. Теперь нужно хорошенечко обезжирить голову. Тем самым я еще сразу вытру мордочку. Обрабатываю вторую голову и каждое тело. Головы и тела подготавливаю к покраске, но прежде нужно нанести на них слой клира. Клир высох. Первой я буду красить розочку. Это розовая акриловая краска. Голова готова. Здесь было достаточно одного слоя краски. Теперь я буду красить тело. Тут уже, конечно, одним слоем не обойдешься. И вот первый слой высох. Сейчас сверху я буду наносить второй. Для розочки я использовала просто розовую акриловую краску. А вот для цвета нам приходится немножко постараться. Тут я смешиваю три цвета. Изумрудный, белый и черный. Чтобы был похож на тот, который у него на лице. Красить так же начинаю с головы. Голова закончена. Теперь я буду красить тело. И вот и тело цвета, она так же готова. Вот так на прищепках я подвешиваю наших кукол и жду, пока они полностью высохнут. Где-то полдня они у меня повисели, краска подсохла. И теперь ее нужно закрепить. Для этого я буду использовать вот такой матовый акриловый лак. Наношу сверху со всех сторон. И когда он подсохнет, еще дополнительно нужно покрыть головы клиром. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И тогда вы первыми будете смотреть мои новые видео. И вот головы окончательно подготовлены. Сейчас будем их оживлять. И так как розочка у нас девочка, начнем, пожалуй, с нее. Сначала я беру сухую художественную пастель и наношу нашей красотке тени. Влажной кисточкой набираю пигмент с грифеля белого акварельного карандаша и рисую белки. Готово. Радужка у нас будет цвета фуксии. Наношу немного на палитру. Рисую ее в центре глаза при помощи зубочистки. Черной краской посерединке ставлю маленький зрачок. Обвожу контур глаза. Рисую реснички. Белой акриловой краской ставлю блики. Цветом пурпурная роза крашу носик. Сразу рисую ротик. Теперь я рисую бровь. В данном случае она у нас будет одна, так как вторую закроет челка. Теперь на виду румяна смешиваю между собой несколько цветов. Подчеркиваю линию подбородка. И выделяю ушки. И с помощью карандаша подчеркну основные линии. Теперь мне понадобится вот такой голографичный глиттер. Наношу его на щечки нашей красотки. И теперь сразу, пока он не осыпался, закрепляю сверху клиром. Клир высох, блестки на месте. Теперь они точно не отпадут. Пришло время снять ткань. И сделать для нашей розочки новые волосы. Вот такие я выбрала трессы. Мне кажется, они отлично подойдут ей по цвету. Трессы я буду приклеивать к основанию. С помощью клеевого пистолета наношу немного клея. И прикладываю тресс. Для чулки нужно приклеить несколько рядов. Вот я уже заканчиваю. Остался маленький кусочек. С чулочкой я уже закончила. Такого объема будет вполне достаточно. Остальные волосы я буду приклеивать с обратной стороны наверх. Вот так. Приклеиваю сверху на край предыдущего тресса. Этого кусочка тресса мне хватило, чтобы сделать 3 круга. Объема вполне достаточно. Расчесываю волосы. Временно собираю волосы на заколочку. И сейчас займемся челкой. Ее нужно уложить в нужном направлении. Для этого я буду использовать вот такой мусс для волос. Наношу его на волосы в разные стороны. С левой стороной я уже справилась. Накрываю лицо бумагой и фиксирую лаком. Теперь я беру ножницы и начинаю стричь челку наискось. Вот такие получились кончики, которые я сразу закручиваю наверх при помощи горячей плойки. Готово. И вот такая в результате получилась челочка. Теперь нужно оформить также вторую сторону. И вот что получилось. Челка полностью закончена. Теперь будем делать ободочек, чтобы закрыть швы. Обратите внимание, что в первой и второй части ободки у розочки разные. Я буду делать тот, который побогаче. А сейчас наша постоянная рубрика «Знакомимся ближе», в которой мы будем узнавать больше друг о друге. В прошлый раз у нас был необычный баттл. Стар Баттерфляй сражалась с Гарри Поттером. Так как опросы в подсказках нам уже недоступны, голосовали мы в сообществе. И попасть туда можно с главной страницы моего канала. Еще никогда в голосовалках у нас не было столь бурного обсуждения. Спасибо всем за участие и за отстаивание своего героя. Почти 10 тысяч пользователей приняло участие в этом голосовании. И с результатом 55% победила Стар Баттерфляй. А Гарри Поттер набрал 30%, что также немало. А сегодня у нас будет также вечная битва кошки против собак. Сразу после выхода этого видео в нашем сообществе я открою новый опрос, в котором вы сможете поддержать на свое усмотрение кошечек или собачек. Ободок я буду делать из фетра. Беру лист темно-оливкового цвета и вырезаю из него вот такую основу. Для декора я также буду использовать разноцветный фетр. Вырезаю из него вот такие мелкие детальки. Приклеиваю детальки к основе при помощи клеевого пистолета. Готово. Вот такие получились цветочки. Теперь сверху добавляю вышивку. Наш цветочный ободочек, а скорее всего повязка, полностью закончена. Теперь ее нужно приклеить на голову куклы. И вот такой результат. Ободочек полностью закрыл все швы наших трес. Прическа выглядит аккуратно. Голова розочки полностью закончена. На этом сегодня будем прощаться. А в следующий раз оживим цветана и сошьем наряды для него и розочки. Поэтому не забудь подписаться на мой канал, чтобы первым посмотреть, как будут выглядеть наши тролли. А на сегодня пришло время прощаться. С вами была Муза Рукоделия. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok